В Красноярске на улице железнодорожников наконец-то появится нормальная ливневая канализация и постоянные подтопления там останутся в прошлом. Вообще планы на этот участок у мэрии большие. Там отремонтируют больше километра дороги, заменят асфальты и бордюры. Появятся здесь ограждения и новые светофоры. Помимо этого на несколько метров перенесут остановки, расположение которых не соответствует требованиям безопасности. С ходом работ сегодня ознакомился глава Красноярска Сергей Еремин. Он также осмотрел скверы, которые уже стоят вдоль дороги и во дворах. По сути, проект благоустройства комплексный. Каждый участок станет продолжением другого. Как заявил мэр, наполнение у этих скверов тоже будет самое современное. Качели поставим, освещение полностью поменяем. Там темнынь была, просто-напросто, хоть глазка ли. Сейчас будет все комфортно. Подсветку деревьев там восстановим. Она там была у нас сделана. Немножко кто-то подворовал у нас ее, но восстановим. Детский городок снова такой интересный будет делать. Впервые снова в городе мы используем такой уличный батут. Ремонта жители добились и в собственных дворах. Только на придомовую территорию улицы и заводской потратят больше 4 миллионов. Причем чуть больше 100 тысяч рублей – это вложение самих жителей. Несколько лет назад в их дворе демонтировали почти сотню старых гаражей. Через какое-то время территорию начали захламлять. И вот в этом году за благоустройство участка выступили полторы тысячи гаражан. Благодаря их настойчивости теперь тут появится альпийская горка, уличные скульптуры и парковка. Выследят также и деревья. Это заброшенный уголок был. Хотелось всем благоустройства. Вроде как в центре тоже живем. Даже в окно подойти, посмотрев, это будет прекрасно. Тут такое замечательное место, река. И так красиво будет, где можно отдохнуть или даже просто посмотреть в окно. Продолжение следует...